всем привет с вами сад и огород круглый год и с вами я наталья и сегодня речь пойдет о розмарине об этой средиземноморской травки но что сказать эту зелень используют не все хозяюшки это не петрушка не укроп не тот самый базилик который уже вошел в нашу кулинарию думаю что повсеместно а вот розмарин еще не используется так всеми хозяюшками хотя стоит потому что это пряность которая придает действительно такой вот изысканный вкус рыбным блюдам да и мясу она подойдет ну и много чего это уже как говорится на вкус и цвет кому что нравится но и розмарин я выращиваю в общем-то из семян практически каждый год почему да потому что я пыталась сохранить на зиму кустики но у меня в общем то не получалось да они были я не могу сказать что пропадали ну были какие-то чахлы и в общем я решила что мне лучше посеять каждый год вырастить и все лето пользоваться потом насушить эту зелень мне так будет удобнее и так я выращиваю из семян кстати в этом году я посеяла вот фирмы яскрава я очень довольна хотя вы знаете розмарин и высеваю декабре в январе заранее а в этом году чуть попозже но зашла буквально на 10 день вот эти семена взошли и что для розмарина очень даже тяжело вы сходят семена а может быть свежие были семена я не знаю но я очень довольна но как говорится не без греха я просто уронила плошечку и меня осталось несколько я перемещала свои тут растяжки на окошке когда-то распределяла вот ближе к лампе выше к лампе очень ну в общем было такое что я уронил и мне осталось мало этого достаточно но в этом году я решила еще размножить и другим способом черенкованием я на рынке просто купила веточки розмарина использовал для чего мне надо а потом пару веточек решила посадить грунт как я это сделала элементарно просто без всяких премудростей нарезала черенки но они были наверное сантиметров 10 вот такие вот не не очень они же вот есть и довольно таки длинные паганы а это у меня были небольшие я их нарезала на маленькие череночки но сантиметра 3-4 в общем каждый я делила на три штучки вот так вот у меня получилось и посадила и что же произошло посмотрите вот пошли молодые паганы видите вот вот здесь вот череночек видно что верхушка обрезана и пошли молодые видите я просто воткнула в землю больше ничего единственное что вот пакетик видно да я сразу вот так сказать обхватила пакетиком сверху и они у меня были ну недельку наверное вот в таком вот парнички надо было следить за влагой за влажностью потому что потом вижу начала немножко плесневеть земля то есть открывать надо такой этот вот парничок вот и все то есть намного проще чем выращивать из семян и я для себя решила что возможно буду и дальше так поступать насадить черенков пожалуйста они быстро развиваются и даже можно каждый раз вот свеженькие не оставлять их до а древесни не не а вот такие вот молоденькие использовать но способ супер всем рекомендую тот кто любит розмарин а кто его еще не любит значит надо его себе завести сегодня я буду высаживать уже в грунт буду высаживать в грунт высажу вот эти вот свои растишки вот эти черенки а также из семян но правда возможно и накрою бутылками все-таки перепад температуры и это нежное растение поэтому наверно все-таки под бутылками без крышечек посажу ну вот и все ну что ж хочу вам показать вот еще весна до абрикос к перец вела вишенки цветут хорошего настроения хороших выходных с вами была наталья ставим лайк и обязательно заводим себе розмарин всем пока